Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи» и я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в нашей студии Сергей Кунашов и Дмитрий Марченко. Информационным поводом для нашей встречи послужило то, что Дмитрий вошел в рейтинг мировой по джиу-джитсу. Расскажите, что это за рейтинг и каким значением обладает ваша фамилия в этом списке? Этот рейтинг нужен для определения спортсменов, которые лучшие и которые допустятся для участия в семерных играх. Что это за всемирные игры, расскажите? Всемирные игры – это аналогия олимпийских, только не по олимпийскими наспортах. Сегодня вы пришли со своим вторым тренером Сергеем. Сергей, может быть, нам расскажет о подготовке спортсменов вообще в области по джиу-джитсу. В России вид спорта очень развивается, динамично, достигнуты высокие результаты. Хотел вернуться в всемирные игры. Это грандиозный праздник. Я участвовал в 2008 году в Тайване. Я думаю, не уступает он олимпийским играм, если только в статусе. Как мероприятие ни капельки не уступает. А подготовка к данным соревнованиям и по джиу-джитсу, который сочетает в себе борцовскую ударную технику, наиболее сложная, так как это сочетание наиболее трудное, трудоемкое. Это тени-толкай одновременно. То есть сочетание борьбы и ударной техники наиболее тяжелое. То есть вообще попадание рязанских спортсменов, помимо Дмитрия, еще Ольга Медведева у нас, да, пошла тоже ваша воспитанница? Да, мы все с одного клуба. Для Рязани это вообще уникальный, да, случай, чтобы спортсмены выбились на такой уровень, вышли? Ну, за все время выступали только я, Дмитрий Небальсин. И вот сейчас двое вышли. А с какого возраста необходимо приступать к тренировкам? Детишек уже, допустим, можно приводить, чтобы растить из них будущих чемпионов? Не можно, а нужно. У нас должна быть здоровая нация. И чем скорее детей будут доставлять, приводить, там у них появится желание тренироваться, тем будет лучше для всех нас. Как много детей? У вас есть ли перспективные? И можно ли говорить вообще о том, когда виден прогресс у спортсмена? Будет ли он перспективным или нет? Каждый человек раскрывается по-своему. Некоторые ребята в юности, кто-то постарше, а кто-то уже раскрывается в зрелом возрасте. Все зависит от индивидуального человека. Угадать на период, наверное, очень тяжело. Все зависит от целеустремленности самого спортсмена. А тогда вопрос к Дмитрию сейчас возникнет у меня. Дим, вот как ты готовишься? В чем состоит процесс тренировок? Как у тебя получилось с таких высот достичь? Ты достаточно возрастной уже спортсмен. Выступаешь уже практически полжизни. С чего все начиналось и как ты пришел к этому? Ну, как обычно, все начинается с детской школы. В детстве я пошел на дзюдо, занимался вплоть до армии, до 18 лет. Потом вернулся, понял, что спор для меня много. И назад возвратился. Попал к тренеру, к нашему знаменитому в Рязанской области, Кудину Александру Николаевичу. За что ему спасибо. Раньше профилирующий был у нас другой направлении рукопашный бой, боевой самбо. Занимались в основном этим видами спорта. И потом уже со временем, когда начало расцветать джиу-джитс в России, мы попробовали, получилось. Вот одни из первых чемпионов, это Небальсин, Кунашов, которые добились высоких результатов. И мы постепенно начали подтягиваться к их результатам. Много уже молодых людей, молодых по возрасту, я имею в виду, что уже потянулись на высокий уровень и выступают лично. Так что все начиналось с детства, как и у всех. А если говорить о твоих титулах, достижениях и о ближайших планах спортивных, какие для тебя самого самые важные победы за твою спортивную карьеру? Из самых, что я горжусь, не знаю, там, на Кубке России по миксу я был вторым. Это гордость. А почему именно по миксу? Микс – это тоже одно из самых сложных направлений? Или нет? Ну, как сказать, да, это одно из сложных, оно развивается динамично. Видите, сейчас в Европе, в мире, что творится с этим видом спорта. Я думаю, зрелищно, красиво. А при этом ни для кого не секрет, что в нашем регионе поддержка спорта не очень на высоком уровне. Насколько я понимаю, вот такие талантливые и профессиональные спортсмены растут, несмотря на множество проблем. Правильно я сейчас говорю? Да, ну, лично в нашей ситуации хотелось бы сказать огромную благодарность. Все, что достигли весь наш клуб, все наши ребята, воспитанники, не только нас, а и кто помладше, все это благодаря все-таки управлению внутренних дел, которые всячески поддерживают нас. Во-первых, дают базу. Это учебный центр ОВД, спорткомплекс «Комета», где проходят все наши занятия, тренировки. Вот, плюс спорт состоит как массовый, да, где у нас занимаются детишки, физкультура и все остальное. А масса равняется на спорт высоких достижений, уже на мастеров и выдающихся к личности. Вроде вас и Дмитрия. Да, и разорвать это, ну, невозможно. Если не будет примера, то никто не будет тянуться. И наступает момент у каждого спортсмена, когда у нас вступает в взрослую жизнь, когда мы необходимы содержать уже самого себя, своих близких, если есть семью, соответственно. В данном случае у нас в стране очень плохо это поддерживается, потому что человек, спортсмен, который достигает, заканчивая школу, проще говоря, по-своему институту, и фактически он брошен. Нам повезло то, что мы являемся сотрудниками и управление внутренних дел у нас идет нам на встречу, освобождает нас для тренировок, помогает во всем. Если говорить о ближайших соревнованиях, которые ожидают спортсменов именно высоких спортивных достижений, к чему готовитесь? В данный момент буду сейчас чемпионат Европы весной. И летом, наверное, в июле, всемирные игры. Вот два ближайших старта, которые нужно подготовиться. Вы сейчас же в плотную занимаетесь подготовкой именно к этому? Да. Начинаем заниматься. Вы советуете родителям приводить, допустим, своих детей, чтобы была здоровая нация. Но профессиональный спорт всегда связан с массой травм. Вот ты бы своего ребенка отдал, например, в спорт. Отдашь ли ты своего ребенка в тот спорт, которым занимаешься сам всю жизнь? Конечно. Не в тот, конечно, в котором я занимаюсь. Вначале для маленького ребенка нужно его растянуть. Я бы отдал в гимнастику. Потом мы посмотрим, если в гимнастике уже плохо получается, то можно переводить и в борьбу силовые виды спорта. Но это уже биология. Если есть, какие мышцы развиты больше? Короткие волосы или длинные. А вы, Сергей, сейчас уже не выступающий спортсмен? Выступающий. Выступающий. Тогда к вам такой вопрос. Как совмещать тренерскую деятельность и деятельность выступающего спортсмена? Потому что и то, и другое требует сильной отдачи, серьезной отдачи. Ни в словом, тяжело. Мы вместе занимаемся. У нас с Дмитрием вместе мы стоим в паре. Поэтому, когда готовится он к соревнованиям, значит, я работаю на него. Когда мы в дальнейшем готовимся, у нас еще есть старты. Мы готовимся совместно. То есть, либо на него идет работа, либо у нас общая. И возвращаясь к мировому рейтингу, кто является составителем и каким образом? Вы сами выдвигали кандидатуры наших спортсменов или же это отслеживает некий мировой комитет, может быть? Нет, никто не выдвигает, не отслеживает. Спортсмены на протяжении цикла четырехлетнего набирают на международных соревнованиях, официальных международных соревнованиях, что является чемпионат Европы, чемпионат мира, баллы за призовые места. В результате этих баллов является лучшая восьмерка. Один человек от страны. То есть, если два, только выше в рейтинге. Восемь человек со всего мира, весовой категории, едут на всемирные игры. Поэтому статус этих соревнований очень большой. Даже попасть туда уже очень престижно. Волнуетесь, Дмитрий? Ни копейки. Уверены? Уверен. Знаете, что покажете? Да. Значит, мы вместе с нашими телезрителями будем болеть за вас и Ольгу. И желаем удачи, я думаю, еще встретимся. На этом у меня все. В нашей студии были Сергей Кунашов и Дмитрий Марченко. Я обращаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!